Как принять одиночество? Одиночество принимать не надо. Душа не может жить одна, особенно в женском теле. Одиночество никогда, ни в коем случае не нужно принимать. Если женщина не может выйти замуж, это означает, что она не прошла путь к замужеству. К замужеству существует путь определенный. Сейчас я вам этот путь расскажу, женщины. Он простой этот путь, как пять копеек. Смотрите, первый этап этого пути – возвышение себя в нормальное общество. Нормальное общество – это религиозное общество, где есть совесть. В бесновестном обществе невозможно выйти замуж, потому что там мужики чем интересуются? Просто телом женщины. Они просто его эксплуатируют. Если у вас нет такой силы женской, чтобы мужика, который эксплуатирует вас, привязать совсем, некоторые женщины могут иметь такую силу, и они привязывают на несколько лет мужика своим чарами. А некоторые не имеют такой силы. Они привязывают его на пару дней и не могут выйти замуж. Ну, какая разница, на пять лет ты привязал или на пару дней, все равно это все временно. В этом бессовестном, безрелигиозном обществе не существует возможности быть вместе. Люди даже, которые живут вместе, но они не живут для Бога, они просто живут, делая вид, что они вместе. Они на самом деле разобщены. Я уже вам это объяснял. Итак, смотрите, первое, что нужно сделать, нужно развивать себя как личность. Нужно почувствовать отношения со святостью, с чистотой, найти свою веру, найти своего наставника. Дальше, следующий этап, смотрите, какой интересный. Когда женщина так начинает себя вести, она становится женщиной. Допустим, она целыми днями работала, как ишак. Она начинает чувствовать с женщиной себя, когда она начинает молиться Богу, и она расслабляется. Ей уже не хочется так много работать, у нее появляются женские интересы. Параллельно с этим, когда человек входит в духовное общество, он начинает строить отношения, близкие уже с людьми. Женщина, когда она находится в семье духовной, она одинокий человек или нет? Почему женщина одинокий человек? Потому что она живет в одиноком обществе, обществе волков. Понимаете, нет? Когда женщина начинает общаться с духовной средей, она уже не одинокая, у ней уже есть близкие отношения. И сначала надо устанавливать близкие отношения с женщинами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!